В 2003 году в Москве зарегистрирована региональная общественная организация Чеченский культурно-просветительский центр. Одна из основных задач при организации этого центра мы видели организации школы с чеченским компонентом, здесь в Москве, с этническим компонентом, и издательская деятельность. Организаторами, руководителями региональной общественной организации стоят у истоков этой организации доктора философских наук профессор Яндаров, я кандидат исторических наук Заурбекова. Школа у нас тоже работает, но сегодня мы собрались, я бы хотела сказать пару слов буквально об издательской деятельности нашего центра. В 2007 году мы издали книгу «Чеченский тюренаж» «Сказки народов мира на двух языках». Мы взяли сказки народов мира, в том числе и чеченского народа, сказки очень красочно иллюстрированы, и дается параллельный текст на чеченском и на русском языках. А вот в 2011 году мы смогли закончить работу промежуточной, наверное, я думаю, что здесь будет и переиздание, «Мифы и предания чеченского народа». Пока вышли два тома, набирается материал, уже набран материал. Вот «Мифы и предания чеченского народа». Это первый том и второй том. Готов практически, готов третий том этого издания. Эти две книги на русском языке, как видно из названия. «Мифы и предания чеченского народа». И вот такая маленькая книжечка, но она, по-моему, золотая, мне их во всяком случае так кажется, «Нохчирилках», если сказать так, к вопросу о чеченском этикете. Свободный такой период. Что это такое? В моём представлении мифы и предания народа, любого народа, это и есть изустная история этого народа. Простых людей, селений, тейпов, гар. Вся вот эта история наш народ, как и любой традиционный народ, передавал из уст в уста. Это и есть плоть от плоти. Я говорю как историк, я говорю как чеченка. Это и есть истинная история, неписанная изустная история народа. Это первый раз в истории чеченского народа сделан такой наиболее полный сбор собрания мифов, преданий. Источники, откуда мы это брали? Ни с потолка, ни придумывали. У нас после каждого представленного текста, будь то миф, будь то легенда, будь то предание, даётся точный паспорт. Где, кем, когда, в каком издании опубликовано, в каком архиве, а надо сказать, мы очень много взяли из архива Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, очень много взято из журналов, газет, в том числе и дореволюционных. Теперь коротко о соавторах. Наш коллектив маленький, но дружный, во главе с доктором философских наук профессором Яндаровым. Яд, как я уже представилась вам. И третий член нашей команды Индарьби Бызов, историк от Бога, что называется. Он историей живёт, историей мыслит. Это что касается первых двух книг, которые лежат у нас на столе. А вот эта книга, Норчирилкях, эта книга выпущена нами в соавторстве с кандидатом исторических наук, этнографом Хасиевым Саид Магомедом. Это известный в республике человек. Это человек закончил и защитил и диссертацию в Институте этнологии Академии наук СССР. Он всю жизнь работает в области этнографии. Это маленькая часть, маленькая главка из той большой книги, работу над которой мы сейчас заканчиваем. Эта книга будет называться, я думаю, «Этика чеченского народа». она будет вбирать в себя не только этикет, но и весь спектр этических норм жизни народа. Наша работа, эта книга, как мне представляется, она рассчитана на, прежде всего, скажем, на чём специалистов, на специалистов, историков, филологов, а на людей, интересующиеся историей, историей народов своего в том числе, на самый широкий круг читателей, неравнодушных в этой жизни. Для тех, кто интересуется, у кого есть потребность или хотел бы приобрести эту книгу, я думаю, что это можно организовать. Продолжение следует...